Очень приятно, что он проходит, хотя в основном дистанционно, но не только. Центр, так сказать, мозговой центр и сердце находятся здесь, в Московской консерватории, в корпусе Большого Зала, в музее имени Николая Григорьевича Рубинштейна. Вот здесь собрались несколько человек, вполне достаточно для того, чтобы было ощущение и в том числе живого круглого стола, и тем самым мы подтверждаем, что жизнь продолжается. Стамфестиваль проходил в разных местах, и в том числе в Петербурге, о чем будет сегодня говориться, и вот я особенно рад, что в этот раз он проходит в Московской консерватории. У меня такое странное ощущение, как у художественного руководителя стамфестиваля, что вот он десятый. Я присутствую здесь сейчас в наше непростое время и понимаю, что фестиваль десятый, и как-то так получилось, что я участвую в организации этого фестиваля практически с самых первых дней. У нас снова пройдет уже десятый юбилейный конкурс композиторов, случится он с 7 по 14 декабря, и мы уже экспертным советом стамфестиваля, состоящим из профессоров Московской консерватории в основном, отобрали 10 сочинений по присланным заявкам разных композиторов. Мы отобрали 10 сочинений, и они будут выложены на сайт Московской консерватории, вы сможете туда зайти и проголосовать за понравившиеся сочинения. Это будет именно ваш выбор, то есть эта традиция, она сохраняется, и она является главной вот этой мощнейшей идеей, которая заставляет стамфестиваль жить и поныне, и быть десятым уже. То есть стамфестиваль всегда проводился силами энтузиастов, и мы очень рады, что именно к юбилейному фестивалю Московская консерватория все больше и больше нас поддерживает, и огромная благодарность хочу выразить и спонсорам, нашим партнерам, которые нас поддерживают, и Московской консерватории, которая вот принимает сейчас решающую, играет решающую роль в организации этого стамфестиваля. А всех, кто меня сейчас слышит, хочу пригласить с 7 по 14 декабря зайти на сайт консерватории и проголосовать, внимательно послушать эти 10 сочинений, они небольшие, примерно 5-10 минут, то есть это не займет больше часа времени, послушать и проголосовать, и тем самым поддержать молодых композиторов, которые примут участие в этом конкурсе.